Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мы продолжаем говорить о том, что означает для христиан слово «вера». Это дань традиции, это привычка или основа мировоззрения, без которого невозможен диалог и человека с Богом. Есть ли у этого диалога законы и каковы они? И, наверное, будет верно и вполне логично, если сказать, что для получения Божественного Откровения, для того, чтобы Господь посетил душу, бесполезно применять какие бы то ни было технологии, поскольку Бог, и мы этом говорили не раз, есть Личность. Отношение с Ним – это отношение диалога, как это обычно происходит между двумя личностями. А значит, стоит понимать и помнить, каковы законы диалога. Его первый закон говорит, для того, чтобы войти в общение, необходимо обратиться к собеседнику, необходимо назвать его по имени. Вообще, итог развития нехристианской философии, как ни странно, этот итог развития выражают рядовые обыватели, выражают, говоря, да, что-то там такое есть. Вот это и есть предел естественной религии. Действительно, философия со своими именами Бога, абсолют, единая, перводвигатель и так далее. Такая философия – плохая помощница для того, чтобы обратиться к собеседнику по имени. Но скажите, можно ли представить себе молитву? «О, перводвижитель! Услышь меня! Единая, помоги мне!» Все эти названия отвечают на вопрос «что?». У христианского же Абсолюта есть имя, отвечающее на вопрос «кто?». Таким образом, чтобы разговор состоялся, нужно обратиться к тому, с кем ты желаешь войти в диалог. Бог – это реальность, которая принципиально познаваема только в звательном падеже. По отношению к Богу первично ты и вторично Он. С другой стороны, для христианина крайне важно знать источник откровения. Вот как пример. Художнику, к сожалению, очень часто не важно, что им владеет. Главное, как некоторые говорят, поймать вдохновение. А для религиозного человека – это принципиальный момент. Вспомните, все злоключения Фауста начались с того, что он нарушил первый закон диалога и не стал выяснять имя своего собеседника. «Когда в келье Фауста черный пудель превратился в духа, Фауст скороговоркой спросил, «Как ты зовешься?» Мефистофель отмахнулся. Мелочный вопрос. Фауст не стал настаивать, и это было серьезным шагом на пути его окончательной капитуляции». Теперь второй закон диалога. Надо уметь молчать, когда говорит собеседник. Вот я специально приведу пример исповеди Аврелия Августина, где есть такие строчки. «Боже, пребывающий всегда одним и тем же, пусть я узнаю тебя, пусть я узнаю себя, «я помолился». После этих слов нужно взять паузу. То есть ты обратился к Богу, а потом умей замолчать и расслышать ответ. В диалоге действительно очень важно умение, сказав, замолчать и ждать ответа. И отсюда третий закон диалога. Чтобы он состоялся, нужна готовность принять неожиданное. То есть, если с моей стороны не будет готовности услышать неожиданное, новое, часто разочаровывающее, то диалога не будет. Более того, должна быть готовность услышать в ответ молчание твоего желанного собеседника. Молчание. У немецкого поэта Рильке есть молитвенное обращение к Богу как раз на эту тему. «Веди откуда хочешь речь, где ты, к чему мне знать, последний из твоих притечь я буду вслеп тебя стеречь, не течь к тебе, а ждать». А вот в православной мистической литературе очень много рассказов и слов о том, что духовная реальность оказывалась другой, нежели человек ожидал изначально. Это настойчивое, через всю святоотеческую литературу и церковную традицию, проходящее состояние изумленности, принципиально важно для понимания диалога человека с Богом. Ведь обычно изумленность от этого диалога свойственна тем, у которых этот диалог действительно состоялся. То есть людям, прославленным Церковью в лике святых. Например, вот слова святого Семена Нового Богослова, слова, произнесенные в X веке. Вслушайтесь в них. «Откуда я знал, что ты являешь себя приходящим к тебе, еще пребывающим в мире? Откуда я знал, что такой радостью удостаиваются приемлющие в себе свет твоей благодати? Откуда или как я знал, несчастный, что уверовавшие в тебя получают твой Дух Святой? Потому что я считал, что я верую в тебя совершенно. Я считал, что обладаю всем, что ты даруешь. На самом-то деле ничего совсем не имея. Откуда я знал, Владыка, что ты, будучи невидимым и невместимым, бываешь видим и вмещаешься внутри нас? Откуда же я знал, Господи, что у меня есть такой Бог? Как ни странно это звучит, но подобная растерянность перед откровением Бога – один из критериев истинности полученного откровения. Если человек в результате духовного пути получает ровно то, что он планировал и ожидал, это серьезный повод задуматься и бить тревогу. Возможно, человек создал себе ментального идола, и то, что он называет Богом, на самом деле – конструкт его сознания. На языке православной аскетики такое состояние называется прелестью. Поэтому рассогласование, расхождение между ожиданиями, молитвенными просьбами и полученными или неполученным результатом – это один из возможных критериев подлинности, доброкачественности духовного опыта человека. О своих отношениях с человеком Христос сказал «Вот я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это книга Откровений, 3 глава, 20 стих. «Сквозь все святоотеческое наследие проходит изумление от этой божественной вежливости. Через разные события нашей жизни этот гость стучится в двери человеческого сердца. Он стучится даже чаще, чем мы думаем. Просто иногда мы вообще его не слышим. Не каждый пойдет в церковь, случись у него какая-то радость. Почти все пойдут в беде. Но так или иначе, человеку решать, откликнуться ли ему на этот зов или нет, и в любом случае важно понимать, что путь христианской религии это не путь научных технологий и не палка-копалка, с помощью которой можно достичь гарантированного результата. Это путь изменения себя, своего сердца и своей жизни». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok